Церемония прошла в присутствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Согласно документу, партнерами Краснодарский край и швейцарский кантон будут в шести сферах. В первую очередь это сельское хозяйство, промышленность, экономика и туризм. Можно сказать, создана определенная юридическая правовая база для расширения сотрудничества между двумя регионами. Краснодарский край – это один из крупнейших регионов России, который обладает огромным экономическим, инвестиционным потенциалом. Это крупнейший сельскохозяйственный регион. И я уверена, что с подписанием этого соглашения отношения между кантоном Течина и Краснодарским краем выйдут совершенно на иной качественный уровень. Междегиональное сотрудничество имеет не только экономическое, инвестиционное измерение, оно имеет и гуманитарное измерение, что очень важно для укрепления дружбы, взаимопонимания между нашими странами и народами. Документ был подписан в швейцарском городе Берн. Там прошел рабочий день главы региона. В рамках визита Вениамин Кондратьев накануне провел ряд встреч и принял участие в сессии экономического форума. Интерес иностранных бизнесменов к Краснодарскому краю сохраняется даже несмотря на внешнеполитическую обстановку, отметил глава региона. Кубань сегодня один из лидеров в России по привлечению инвестиций. Регион сотрудничает с десятками стран со всего мира. Так, например, на недавнем форуме в Сочи с иностранным инвестором было подписано соглашение на сумму около 6 миллиардов долларов. Европейский инвестор поверил в Россию, поверил в Краснодарский край, поверил в политику и гарантии президента Российской Федерации, о инвестиционной безопасности любого инвестора, который приходит в Россию или в частности к нам, в Краснодарский край, невзирая на санкции и вот те политические проблемы, о которых сегодня здесь все время говорили. Такая экономическая ниша, как Россия, не может остаться пустой, не может остаться без партнеров. Поэтому, если мы не найдем партнеров в Европе, то мы найдем их в других странах мира. Но выиграет ли от этого европейский бизнес или проиграет то же самое, ответьте себе честно и искренне. На территории Краснодарского края сегодня уже работают 22 швейцарские компании. И регион рассчитывает на развитие этих деловых отношений, акцентировал Вениамин Кондратьев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.